На этих кадрах сенсационная, как заявляют ученые Самарского политеха, находка. В университете считают возраст лодки не меньше 600 лет. Такой вывод позволил сделать лабораторный анализ. Томские эксперты исследовали гвоздь, найденный на дне Волги. Лигирующие элементы в этом железе, в этом образце отсутствуют. Мы по наличию лигирующих элементов могли, может, сразу говорить о том, что это материал не с сегодняшнего дня. Почти сразу же, как было объявлено о предполагаемом возрасте находки, среди самарских ученых нашлось немало скептиков. Они не поверили, что ладья была сделана в XIV веке. Внимательно изучив кадры подводной съемки, историки заметили железную якорную цепь из крупных звеньев. Такие цепи на Волге появились только в начале XIX столетия. Да и сам гвоздь, по которому была проведена экспертиза, слишком больших размеров. Такие не встречаются даже при раскопках памятников XIX века. Историки из музея имени Алабина предполагают, на экспертизу попал вовсе не гвоздь, а иной крепежный элемент. Есть и еще одна важная деталь, которая была упущена с самого начала. Специалисты, которые проводят такого рода исследования, предупреждают, если образцу меньше 300 лет, данные могут быть некорректными. Наиболее реальная датировка того объекта, который сейчас обнаружен, это рубеж XIX-XX, либо первой половины XX века. Если все-таки предположить, что судно относится к XIV-XV векам, то здесь снова появляются противоречия. Даже в конце XVIII века размеры судов были гораздо меньше, чем того, что нашли под Виновкой. Самый большой корабль был не длиннее 30 метров. На экране типичная ворская ладья XVIII века, а на меньшей находке – в три раза. Для его перемещения необходим был мотор, который появился не раньше начала XX века. С управлением такого гиганта нельзя было справиться с помощью весел. Да и необходимости в те времена в таком большом корабле не было. Поволжье в XV веке – это территория развалившегося ордынского государства. После междоусобных войн земля здесь была выжжена и для проживания не годилась. Лишь иногда здесь кочевали степняки. Заселяться земля начала в XVI веке, когда Поволжье вошло в состав российского государства. Тогда, во второй половине XVI столетия, по Волге начали ходить караваны. Один из кораблей мог затонуть в районе Виновки. Я думаю, что все-таки это либо XVII, либо XVIII, а может быть и XIX век. Волга заполнена вот этими затонувшими судами всех видов, всех типов – торговыми, военными, русскими, наверное, венецианскими и так далее. Это здорово, это интересно, но вот этот случай надо проверять, проверять. Даже если найденный на Волжском дне корабль окажется гораздо моложе ранее заявленного возраста, ценность его от этого не становится меньше, как и загадок, связанных с ним, которые еще предстоит разгадать самарским ученым. Мария Левина, Николай Епифанов, Николай Сидоров. События.